Девушки отдыхают Кто-нибудь из вас может найти рядом с собой человека, похожего на себя? Да, да, внешне, внешне. Может быть кто-то вообще прям вот один в один есть, там братья, сестры, близнецы. Нету, да, я рук не вижу. Я тоже как бы вот, ну по крайней мере, те ряды, которые вижу, не очень все одинаковые, все какие-то очень разные, наоборот. Знаете, хочу рассказать такую историю. Я занимаюсь организацией выездов для детей, подростков. И каждый год езжу учиться. Учиться для того, чтобы делать это более профессионально, более качественно. И в этом году я тоже ездил в город Санкт-Петербург. Там на базе отдыха встречалось очень много людей, которые служат христианам в лагерях, на выездах, детям, молодежи, подросткам. Это называлась такая конференция для лидеров христианских лагерей. И там очень разные люди. Вы тоже очень разные, но там они разные в том плане, что это межконфессиональное сообщество, в которое приезжают люди очень из разных церквей. Баптисты, методисты, лютеране, православные, католики. Очень-очень-очень разная публика там. И все очень индивидуальны именно в подходе к богослужению. И поэтому каждый год на этой конференции, на первом собрании, выступает человек и рассказывает о правилах межконфессионального общения. И по какой-то такой доброй традиции, 4 года подряд это делаю я. И я прошу людей посмотреть на соседа и убедиться в том, что он не такой, как ты. Потом я предлагаю подумать, а вообще существует на земле какой-нибудь человек, который, ну вот он, копия вас. Как вы думаете? Нет. Но мы здесь все, потому что мы любим нашего Господа. Потому что мы верим в Него. И это то, что нас объединяет. Нас таких вот всех разных, разношерстных, в разной одежде, разной, как сказать, внешности. И более того, даже есть люди, очень похожи внешностью, но они абсолютно разные характерами. Так ведь? Нет одинаковых двух людей на земле. Не существует. И сегодня я хотел говорить о том, ну как же так Бог делает, что мы вот такие вот разные, непохожие друг на друга. И как Он через это хочет, чтобы мы проповедовали. Несли Христа друг к другу. Но ведь вы же согласитесь со мной, что когда человек такой же, как вы, он тебя поймет практически без слов. Правда ведь? А когда, ну вы разные, вам придется, ну что-то, что-то нужно сделать, в общем, чтобы ему донести Бога. И мы все знаем заповедь от Бога. Мы знаем о том, что Он призвал нас проповедовать, нести Евангелие до краев земли. Никто с этим не спорит, правда ведь? Но мы часто воспринимаем это как донесение устной информации до своего ближнего о том, что есть Бог, о том, что Он нас любит, о том, что Он послал Своего Сына на эту землю для того, чтобы тот взял грехи мира, зашел на крест и воскрес из мертвых. Но ведь проповедь Евангелия не заканчивается этой устной информацией, согласитесь? Проповедь Евангелия – это что-то, через что можно увидеть Бога. И я уверен, что через каждого из здесь сидящих можно увидеть Бога. Он в нас. Но Он ведь не такой вот разнообразный. Или все-таки Он такой разнообразный, как мы? Я не так давно слышал, был на одном лидерской встрече, и спикер там говорил о том, что мы влияем на людей. Мы оказываем влияние сознательно или бессознательно на своих близких. Как? Мы же наблюдаем друг за другом, правда ведь? Мы наблюдаем за жизнями друг друга. Мы, ну, так или иначе, видим поступки своего мужа, своей жены. Мы видим отношения людей на работе, коллег. И знаете, мы, как христиане, мы тоже влияем на людей. Друг на друга и на людей, которые еще не знают Бога. Сознательно или несознательно влияем. Они наблюдают за нашими жизнями. Зачем же они наблюдают? Да, они наблюдают за какими-то нашими поступками. Они смотрят, так, правильно, неправильно, он согрешил, не согрешил. Ну, так, как бы, пытаясь подловить. Я знаю, я в армии служил целый год. Меня целый год пытались подловить над тем, чтобы я вот где-то там оступился и согрешил. Они очень пристально за этим смотрят. Более того, есть такое место в Библии, послание Колосиным. Апостол Павел пишет о том, что для того, чтобы нас не могли подловить, нужно все делать. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Он говорит о том, что мы как-то особенно должны это все делать. Вот все, что мы делаем, все, в чем мы поступаем. Но также люди смотрят на наши взаимоотношения, взаимоотношения с людьми, друг с другом. Особенно взаимоотношения верующих, друг с другом. И тут Иисус тоже нам говорит. В Евангелии от Иоанна написаны такие строки, в 13 главе, 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». То есть, ну, это про нас с вами. Если мы между собой будем иметь любовь, то все вокруг узнают, что мы ученики Господа Иисуса Христа. Это ведь проповедь Евангелия, правда ведь? Давайте представим такую ситуацию. Домашняя группа, ячейка. И все готовятся к тому, что придет новый человек. Его зовут, например, Николай. Он должен прийти. Все к нему готовятся. И такие, прочитали вот эти два местописания. И лидер домашней группы раздает задание. Так, пожалуйста, Мария Петровна, вы с Анфисой сегодня не спорьте и не ссорьтесь. Царство Небесное будете делить в следующий раз. Договорились? Нам нужно проявить любовь друг к другу, чтобы Николай, который придет, он узнал о том, что мы дети Бога. А ты, Васечка, ты, пожалуйста, когда накрывать на стол будешь, ты сделай так, как для Господа это все. Ты принеси чистые ложки и тарелки, пожалуйста. Чай всем налей. Не надо говорить, что вон там чай на кухне, иди туда сам наливай, как говорится. Сделай, как для Господа, послужи. Они все это договорились, подготовились. Приходит Николай. Супер. Все с иголочки сделали, как договорились. И вот, представляете, такая незадача. Николай решил принять Господа в свою жизнь и покаяться. И сделал это. И все в недоумении. А как им на следующую ячейку-то приходить? Это же опять придется любить друг друга. Опять придется очень, ну как бы, ответственно подходить к накрыванию стола. Это же не получится так все время играть. Это же нужно все время так, ну как бы, жить. И тут Господь, он, давая нам вот эти вот повеления, он не желает, чтобы мы делали это, ну скажем так, искусственно, наигранно. Он не хочет, чтобы мы подготовились к встрече неверующего человека, такие, хоп, все роли распределили и сыграли. Молодцы. Он хочет, чтобы мы жили так. Он хочет, чтобы эта любовь действительно была между нами. Он желает, чтобы мы действительно, совершая поступки, дела, какие-то повседневные наши задачи, мы могли это делать как для Господа. С очень ответственным подходом. И как же стать такими людьми? Ну вот как взять и любить всех? Как взять и служить своими поступками? Делать как для Господа? Я сегодня вам расскажу три шага, три, три шага, как вот так вот разнообразно Господь желает проповедовать через нас. Как нам стать инструментами проповеди Евангелия для Него? Те, кто записывают, таких немного, но они есть, я вижу. Вы можете записать первый шаг, и он может показаться вам немножко, ну как бы, ну зачем, почему тут про меня. Первый шаг – это принятие себя. Вам нужно принять себя таким, какой вы есть, таким, каким создал вас Господь. Мы только что согласились, что мы все уникальные, мы все очень разные. Как вы думаете, когда Бог тебя творил, Он мог ошибиться, сделал что-то не так, где-то не там руку приделал или что? Нет, Бог ведь не ошибся ни в ком из нас. И сделал нас совершенными, классными людьми, потрясающими, но всех разными. И Он сделал это сознательно. Сознательно, Он не сделал копии, потому что Он любит и сотворил каждого из нас с теми качествами, которыми нас наделил. Когда мы ставим перед собой какие-то цели, или пытаемся научить своих детей каким-то вещам, мы, ну так или иначе, ставим каких-то людей в пример, или сами смотрим на кого-то, как на пример. И таким образом, иногда возникают какие-то образы у людей в голове, которым они должны соответствовать, которым они должны стремиться. И если это, ну скажем так, какие-то мирские стереотипы, мирские позиции, в этом мире все стремятся к успеху. И ставят в пример людей, которые достигли этого успеха, которые, может быть, изобрели что-то, достигли большого богатства, или большого звания, или большой власти. И люди, ну, они, там, наставляя своих детей, или ставят цели перед собой, они говорят, вот это вот классно, вот достичь бы таких высот. Что нужно для этого сделать? Но, знаете, параллельно, параллельно пытаются учить своего ребенка быть послушным. То есть, достичь успеха и быть послушным, очень часто не могут соединиться в одном человеке, эти два качества. Потому что, если вы посмотрите на людей, которые чего-то достигли, они чаще всего были, как сказать, непослушными. Они были людьми, которые выбивались из привычных норм. Они не становились такими, как все, не были нормальными в школе, не были нормальными в институте. Они были вот, ну, вот такие вот. И именно поэтому большинство из них достигало успеха. Но, знаете, с другой стороны, мы же не можем сказать ребенку, будь непослушным. Ну, он же еще ребенок, он еще не все знает, как поступать. И мы, ну, как бы, объективно учим его послушанию, не желая ему навредить. Есть еще какие-то вещи, которые, ну, этот мир стереотипами забивает нашу голову. Говорит, что мы должны быть сильными, работать эффективно локтями со своими конкурентами. Работать, ну, как сказать, расталкивать своих конкурентов, достигая каких-то целей. Но, с другой стороны, мы понимаем, что когда два сильных человека сталкиваются, ты можешь оказаться ведь и в проигрыше. И, ну, я, например, своему ребенку говорю, ты лучше не делись там в садике. Ты лучше иди поиграй с теми ребятами, которые, вот, с которыми ты дружишь. И, знаете, эта гибкость, она тоже нужна. Она нужна в этом мире для того, чтобы чего-то достигать. Люди гибкие, люди подстраивающиеся под обстоятельства, под ситуацию, они тоже достигают каких-то успехов, что ли. Но мы же верующие, правда? Поэтому мы не будем обращать внимание на те стереотипы, которые в нас забивает этот мир. Давайте мы посмотрим на стереотипы, которые в нас забивает церковь, верующие люди. Но нет, я не хочу говорить о стереотипах. Я хочу сказать о примерах тех людей, которых любил Бог, которых любил Иисус Христос. Это ученики. И они были все разные. Их было очень много. Собиралось тысячи людей послушать Господа Иисуса. Их было чуть меньше, человек 70, которые служили и находились с ним практически постоянно. Было 12 учеников, которые вообще, ну, можно сказать, были приближенными друзьями. Но, знаете, это очень долго, наверное, если мы будем разбирать каждого из учеников. Я предлагаю вам вспомнить, каким же был Петр. Когда мы приходим в церковь, мы очень много слышим проповеди о Петре. О том, как он поступал. Какой он был человек. Но если мы на него сейчас посмотрим, так, как на человека. Не как на апостола Петра, а как на человека. То он был таким харизматичным, амбициозным, иногда выскочкой. Который не мог удержать свои желания в себе. И он... Вы помните, как он выскочил из лодки навстречу Иисусу по воде? Ну, вот все сидели, а он выскочил. Вот ничего ему не сиделось. Вы знаете, он... Он, Иисус его назначает главой церкви. Он говорит, носим камни, поставлю церковь свою. Он говорит про Петра. Он его возносит. Значит, это был человек, который мог вести за собой большое количество людей. Он очень, ну, такой, зажигающий человек. И, ну, тут же он меняет свое мнение и говорит, отойди от меня, сатана. Что ты меня тут соблазняешь? Петр очень увлекающийся. Он менял свое мнение. Он менял какое-то свое отношение очень быстро. Он как вспышка вот так вот реагировал на какие-то моменты. Вы помните, как он меч достал в Гефсиманском саду? Ну, все, давай, Иисус, за тебя сейчас всех положим. Это тот образец ученика, который мы слышим и видим. И знаете, невольно мы стараемся ему подражать. Невольно мы стремимся... Ну как, Петра же любил Иисус, правда ведь? И мы хотим стать таким, как Петр. Даже если нам это не свойственно. Но ведь не все там были, как Петр. Там их вон сколько было. Давайте мы посмотрим, кого еще выделяет Иисус. Постол Иоанна. Ну или просто Иоанна. Это тоже очень уникальный ученик. Иисус его любил. Иисус проводил с ним очень много времени. Иоанн написал пять книг, которые вошли в Новый Завет. Он просто совершил великий труд для нас с вами. Для того, чтобы мы могли понимать. Но знаете, он не просто писал. Он не просто рассказывал о каких-то событиях. Это тот евангелист, который написал нестандартное Евангелие. Это Евангелие любви. Оно не просто о хронологическом порядке событий, которые происходили в годы учения Христа. Он описывал переживания. Он описывал чувства. Он описывал ту атмосферу, которая была там рядом с Господом. И таким тоже хочется становиться. Знаете, такие люди, они чувствуют. Они живут чувствами. Они любят общаться с Богом. Я убежден, что Иоанн мог многие часы проводить просто сидя, попивая чай рядом с Господом, общаясь о чем-то, размышляя. И в этом весь Иоанн. И когда я тоже на него смотрю, ты думаешь, вот классно, таких тоже Господь любит. Ну, любил же он Иоанна, правда? А вот мне что-то чай не пьется часами. Вот, ну, как-то я, ну, немножко, ну, не как Иоанн. И чувствами как-то, ну, что это за какие-то чувства? Вот, девчачье какое-то, вот, не знаю. Я такой вот какой-то конкретный, что ли. Знаете, для меня стало открытием один ученик. Это апостол Иаков, брат Иоанна. Знаете, о нем мало что написано. Практически ничего. Там есть пару строк, когда Иисус призывает их на служение с братом. Он как бы потерялся в тени Иоанна. Несмотря на, ну, наверное, потому что Иоанн написал пять книг. И он так нескромно в Евангелии пишет о том, что он любимый ученик Иисуса Христа. И вот он как бы так, про брата практически ничего. Но знаете, Иисус брал именно этих троих на особенные служения. Брал с собой. Он, когда ему нужно было воскрешать дочь Иаира, он взял с собой Петра, Иакова и Иоанна. Это Евангелие от Марка, пятая глава, 37 стих. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иоанна. И он даже, как бы Иоанна ставит третьим, что ли, да, и он говорит, ну, вот этого Иоанна, который там брат Иакова был. Он взял этих троих на гору преображения, на гору Фавор. Это Евангелие от Матфея, 17 глава, 1-3 стих. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Знаете, за что он, как бы, Иакова-то выделил? Ну, то есть, с Петром, с Иоанном мы как-то поняли, мы знаем про них, какие они, чем они выделялись, чем они могли понравиться Иисусу. И мы стремимся, мы хотим, ну, может быть, быть похожими на них. А какой же был Иаков? И он взял этих же троих учеников с собой в Гефсиманский сад молиться. Я когда услышал о том, что он был, вот этот Иаков, я прям обрадовался. Я потому что подумал, ну, вау, ну, я не такой, как Иоанн совсем. Ну, я не похож на него, мне сложно быть таким, как Иоанн. До Петра я тоже, ну, наверное, не дотягиваю. Ходить по воде пока не мое. Но там был Иаков. И Иисус особенно любил его. Я могу лишь догадываться о том, что, ну, может быть, он был старшим братом Иоанна. Он точно был ответственным человеком. Он везде во всем участвовал. Он такой, знаете, не любил выпячивая себя. Конкретный рыбак, такой мужик, трудяга, наверное, не знаю. Но я заинтересовался и нашел, ну, как бы, вот в житии святых описание жизни Иакова после смерти и воскресения Иисуса Христа. Я хочу прочитать. После сошествия Святого Духа, святой апостол Иаков проповедовал в Испании и других странах мира. Затем возвратился в Иерусалим, где открыто учил об Иисусе Христе, что Он истинный Мессия, Спаситель мира. Обличал фарисеев и книжников в жестокосердии и неверии. Иудеи были не в состоянии противостоять апостольскому слову, и за деньги наняли философа Волхва Гермогена, чтобы тот вступил в диспут с апостолом и опроверг его доводы о Христе, как и пришедшим на землю обетованном Мессии. Волхв послал к святому апостолу своего ученика Филита, но тот уверовал в Господа Иисуса Христа. Вскоре и сам Гермоген убедился в силе Божией, сжег свои волшебные книги, принял святое крещение и сделался истинным последователем Христова. Тогда иудеи убедили царя Ирода, Агриппу, схватить апостола Иакова и осудить его на смерть. Святой Иаков, спокойно выслушав смертный приговор, продолжал свидетельствовать о Христе. Один из доносчиков на апостола по имени Иосия был поражен мужеством святого Иакова. Он уверовал в истину слов о пришествии Христа Мессии. Когда апостола повели на казнь, Иосия пал к его ногам, покаялся в своем грехе и молил о прощении. Апостол обнял, поцеловал его и сказал, мир тебе и прощение. Иосия исповедовал всенародно веру во Христа и был обезглавлен вместе со святым апостолом Иаковым в 44-м году в Иерусалиме. Знаете, ну читая вот эти вот, ну как бы, это повествование, эту как бы биографическую какую-то справку о нем, можно подумать, что как, насколько он был уверен в себе и в своей вере в Бога, что люди, сталкиваясь с ним, принимали Господа в свою жизнь. Наверное, хорошо он верил в Бога, как-то вот, фух, я хочу быть таким. Несмотря на то, что я не Иоанн и не Петр, и я более того, я не хочу как бы говорить, что таких людей не должно быть. Я просто не такой. Я знаю, что есть люди не такие, разные, мы все разные, мы каждый уникален, но каждый, каждого сотворил Бог. И каждого, Он желает, чтобы вы научились принимать себя, любить себя, такими, какие вы есть. Не такими похожими на соседа, или на того успешного предпринимателя, или на ту успешную домохозяйку. Нет, вот такими, какие вы есть. Господь желает, чтобы вы приняли себя. Это первый шаг. Второй шаг для тех, кто записывает. Принять других. Ну да, классно, вы поняли, что вы не такой, как остальные. Это, ну, как бы потрясающе. Но вы поймите, что остальные-то тоже не такие, как вы. И иногда нам хочется, ну, подумать, что вот я вижу мир вот из этой вот черепной коробочки. И все точно так же его видят. Нет, там другие черепные коробочки. Все по-другому видят этот мир. Другой взгляд, другой ракурс, другой опыт, который влияет на это мировосприятие. Все мы, каждый из нас здесь сидящих, видит этот мир по-своему. Когда спрашиваешь у братьев и сестер, о чем пастор проповедовал в прошлое воскресенье? Ни один не рассказал об одном и том же. Каждый по-своему слышит. Каждый свое принимает. И это нормально, это классно. Потому что Господь нас так, ну, так сотворил. Так Господь к нам говорит. Но знаете, как принимать других и, скажем так, ну, не то чтобы смиряться, соглашаться с тем, что вот он вот такой вот, и вот он не до конца меня понимает. Есть две крайности, с которыми мы сталкиваемся, сталкиваясь с другими людьми. Первое – это осуждение. Мы начинаем осуждать человека, который не такой, как ты. Почему? Ну, потому что он не такой, как я. Он думает по-другому. Он делает по-другому. Он вообще, он не понимает, как правильно. Вот он вообще, ну, не такой. Гореть ему в аду. Нет. Ну, нет. Мы не имеем на это права. Господь не оставил нам этого права для того, чтобы судить и осуждать и решать за человека, прав он или нет. Знаете, это, ну, скажем так, такой момент, с которым нам нужно работать. И расскажу одну историю. Мы как-то делали выезд для детей на базе летом. Идет, как бы, действие, там программа. Дети играют, середина дня. Мы со служителями собрались в домике, в штабе и общаемся. И они мне жалуются, рассказывают. Вот тут сторож на этой базе. Он ходит, всем недоволен, всем мешает. Жалуется на свою бедную жизнь. Он весь такой, нам мешает, ну, работать. Приходит на нас, ругается, что мы дрова не там взяли. Это не так сделали. Туда не то положили. Да что это такое? Мы сидели, обсуждали его. Пришли к выводу, да как он вообще так может? Мы ему заплатили деньги за эту базу. Они вообще тут должны нас, ну, как бы, обхаживать, заботиться о нас. Что вот он такой. Короче, мы его, хорошо так, по нему прошлись. И тут кто-то сказал, я верю, что это было, ну, как бы от Бога. Мы, конечно, все посмеялись, но каждый для себя выводы сделал. Такую фразу. Ну, так, хватит осуждать его. Пойдемте учить детей, как правильно жить. И все поняли, что как мы сейчас пойдем служить детям и учить их, как правильно жить, если мы сейчас только что сами здесь, ну, как бы, осудили его. Сказали, что вот он вот такой-сякой. Посмеялись, замолчали и разошлись. И каждый сделал для себя вывод о том, что, ну, так, нехорошо. Ну, у него может быть там своя жизнь. Я не знаю, кто какие выводы сделал, но осуждать мы его перестали. Так и в нашей жизни, знаете, когда ты видишь рядом своего ближнего, и чем-то он тебе досаждает, ну, не суди, ты не знаешь его жизнь, ты не знаешь его взгляда, его опыта. И второй момент, вторая крайность – это безразличие. Это когда мы не реагируем на своего ближнего. Ну, такой пример тоже, наверное, более понятный. Представьте себе семью. Мужа, жену, детей, у которых у каждого своя жизнь, своя работа, свои какие-то задачи, свои хобби. И они пересекаются в квартире для того, чтобы там переночевать. И с утра снова разбегаются каждый по своим жизням. Знаете, это и есть безразличие. Они живут на одной жилплощади, но не являются соучастниками жизни друг друга. Они не участвуют в жизни своего ближнего. Знаете, иногда кажется, да что там этот ребенок? Да у него такая простая жизнь. Что там в школе могут быть, какие проблемы? Я тысячу раз такие проблемы решал. Да вы не понимаете, у него может быть эта проблема впервые, и он нуждается в том, чтобы вы стали соучастником его жизни. Да, вот этой вот простой какой-то элементарной проблемы, с которой вам справиться одно мгновение. Но для него это кризис. Для него это беда. Он не знает, куда деваться. Он нуждается в том, чтобы вы пообщались с ним. Супруги друг с другом. Да тоже кажется вроде, живет она там своей жизнью? Ну пускай живет. Беда наступит, помощи понадобится, попросит. Пока не просит, нормально, так хорошо. Нет. Нет. Ну вы же для чего-то поженились, правильно? Не ради одной жилплощади. Господь желает, чтобы мы не были безразличны к своим ближним. Не были формально какими-то братьями и сестрами друг с другом здесь. Он желает, чтобы мы участвовали в жизнях друг друга. Чтобы мы молились друг за друга. Знаете, Господь специально создал нас такими разными, для того, чтобы мы помогали друг другу. То, чего не могу сделать я, может сделать и помочь мне в этом мой сосед. И наоборот, может быть чего-то не умеет он. Ну, а у меня в этом хороший богатый опыт. И я готов ему помочь. Вот, вот почему мы все такие разные. И третье. Третий шаг. Что дальше с этим совсем делать? Ну, приняли мы себя. Поняли, что мы не такие, как все. Поняли, что вокруг все не такие, как все. Приняли мы всех своих близких, своих родных, всех окружающих. Все, можем сесть спокойно в церкви и сидеть. Все остальные просто от нашего присутствия будут веровать в Господа Иисуса Христа. Нет. Мы должны совершить какое-то действие. Что-то сделать. Какой-то процесс совершить. Какой-то жизнь сделать. Книга Экклесиаста, 9 глава, 10 стих. Все, что может рука твоя делать по силам, делай. Знаете почему? Да, знаете. Потому что в могилу все мы идем. Да. Ну, это неизбежно. Я думаю, что вы не питаете иллюзией, что наша жизнь закончится как-то по-другому. Но там, в могиле, куда мы пойдем, не будет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Вообще там делать нечего будет. Делать нужно здесь. И делать все, что можешь. Вот все, что можешь, делай. Что не можешь, не делай. Господь не заставляет тебя делать то, чего ты не можешь. Слушай, я ни разу не видел на этой сцене людей, которые не могут говорить. Ни разу. Он не требует, чтобы не мы выходили на сцену проповедовать. Но это как бы нормально. Я ни разу не видел, что братья, изнемогая, служили нам в службе порядка. Они могут это делать. Именно поэтому они это делают. Я ни разу не видел, чтобы люди не могли мыть пол. Ну, точнее, мыли те, кто не может. Хотя видел, наверное, здесь. Но иногда видел, когда те, кто могут, не моют. Такое тоже бывает. Но Господь желает, чтобы мы, каждый из нас, делали то, что мы можем. То, что в наших силах. Именно поэтому он нас собирает таких разных. Потому что что-то в моих силах, а что-то не в моих силах. Именно поэтому Петр не был одним среди учеников. Их вон сколько было. И все разные. Именно поэтому Господь 7 миллиардов людей сделал уникальными. И знаете, мы иногда думаем, что вот мы пришли к Господу, уверовали. И сейчас нам откроется какая-то особая инструкция, как нам жить. Наши правила. Нам расскажут, как нужно поступать правильно, а как неправильно. Это грех называется. И вот мы просто будем как бы все время поступать правильно. И все супер. Просто жизнь в шоколаде. В такая ровненькая, гладенькая. Ну, классно. Но почему-то такого не происходит. Знаете, если бы Господь дал нам инструкцию универсальную для всех, мы бы все были одинаковые. Он для каждого из нас имеет свой подход. И если бы Он написал для каждого свою инструкцию, это было бы 7 миллиардов инструкций. Только сейчас. А еще для тех людей, которые жили раньше нас. Это представляете, сколько ему писать пришлось бы. Но, знаете, Он так не сделал. Это не было его замысел. Это книга о добре и зле. Да, действительно, здесь есть заповеди. Да, действительно, здесь показано, как нужно поступать, ну, в каких-то таких общих моментах. Но, знаете, в бытие описано, как Бог творил этот мир. Описано, что Он насадил рай. И Он насадил там очень много деревьев. И среди этих деревьев было два, которые Он выделил отдельно. И мы очень акцентируем наше внимание на дереве добра и зла, познание добра и зла, от которого Адам с Евой вкусили. И сегодня мы, как люди, да, которые потомки Адама, потомки Евы, нам свойственно делить вещи на добро и зло. Мы пытаемся познать, что такое добро и зло. Но это довольно субъективные понятия, потому что то, что для меня может являться добром, будет злом для моего ближнего. Но Господь изначально не планировал, что мы будем есть от этого дерева. Он планировал, что мы будем есть от другого дерева. Дерево жизни. Оно находилось в центре Эдемского сада. Господь желал и хочет, чтобы мы вкушали именно от этого дерева. От дерева жизни. Ну, что это? Ну, в смысле, с чем его едят? Что это за дерево жизни? Это и есть та уникальная, универсальная инструкция для каждого из нас. Его жизнь. Жизнь — это все время движение. Она не статична. Она все время куда-то меняется. Она все время растет, развивается. Жизнь растений начинается от маленького росточка, превращается в большие деревья. Жизнь животного мира и людей в том числе, она тоже, она не статична. Даже вот эта секунда, мы сейчас такие, через секунду уже другие. Мы меняемся. Наше тело меняется. И это и есть та жизнь, которую Бог дает каждому из нас. Но к ней, ну, ее нужно чувствовать. Это и есть тот процесс, через который действует Бог. Через нашу жизнь. И если мы приняли себя, если мы поняли, что вокруг нас такие же люди, то нам, Богом заповедано, соединять наши жизни. Каждого уникальную жизнь соединять с его близким. Может быть, мужем, женой. И эти жизни, линии этих жизней, они как бы переплетаются. Люди вплетаются друг в друга. И происходит вот эта вот, ну, любовь между нами. Происходит вот это какое-то событие. Потом, когда, может быть, семья приходит в церковь, или ты приходишь на работу. Ты совершаешь какое-то действие, какое-то дело, и твоя жизнь переплетается с другими людьми. И таким образом, мы все вплетены в чьи-то жизни. Мы влияем на них, и они влияют на нас. Мы не можем без них, и они не могут без нас. И если ты вот это вот понимаешь, принимая себя и любя своего ближнего, совершаешь то, что ты совершаешь. Нету каких-то особых поступков, совершив которые, люди скажут, да, это истина, ученик Иисуса Христа. Особых поступков нет. Если ты, приходя домой, делаешь домашние какие-то задания, и ты делаешь их как для Господа, через это виден Бог. Если ты, приходя на работу, не знаешь, чем там заниматься, узнай, но ты должен это сделать, так как этого ждут от тебя, как для Господа, и больше того сделать, все, что можешь по силам. И тогда люди, видя это, скажут, вот, вот, вот в нем Бог. Да, классно. Если ты, придя в церковь, можешь не просто, ну, как сказать, отбыть, отсидеть эти два часа, но можешь переплестись с чьей-то жизнью, послужить кому-то, поучаствовать в нем, в его жизни, потрудиться над его жизнью, послужить, помолиться, может быть, просто, не знаю, пожать руку и обнять, поприветствовать. Это и есть вот эта вот жизнь Господа. Через это можно увидеть его и познать его людям, которые наблюдают за нами, людям, которые пришли сюда впервые. И это не будет актерство, это не будет какая-то наигранность, это и есть та жизнь, которую Бог вкладывает в каждого из нас, которую Он желает соединять между нами. Еще такой пример расскажу про себя. Ну, я же тут стою. Я когда уверовал, спустя какое-то время я стал служить детям в детском служении на воскресной школе. И когда я встречался с кем-то, и мы были с верующим, и это был новый человек, нас нужно было познакомить, все меня так представляли. Вот это детский служитель. Я так, ладно, хорошо, детский служитель. Сейчас, ну, я являюсь администратором в церкви, да, и когда меня представляют, тут вот недавно на Альфе служил, тоже Оля говорила, такая, ну, как бы она вышла, а ну, как меня представлять, это администратор церкви. Ну, все вроде как бы логично. Ну, это же так администратор церкви. Знаете, администраторов церквей, их тысячи. Детских служителей, их десятки тысяч вообще. А вот такой вот Евгений Зимин, он один вообще. Он уникальный. И как бы, понимаете, я сейчас как бы, ну, не себя, да, каждый, каждый из нас уникален. И представлять друг друга какими-то, ну, вот такими ярлычками, ну, по-другому у нас не получается, да, и действительно, мы, ну, мы так как бы позиционируем, описывая себя. Но на самом деле, я ведь не администратор, несмотря на то, что я администрирую. Я ведь не детский служитель, несмотря на то, что я служу детям. Я живой человек, в котором живет Бог. Я хочу, чтобы меня могли представить так. Это человек, в котором живет Бог. Я хочу, чтобы о каждом из нас могли так сказать. Это и будет та эффективная, разнообразная проповедь Евангелия, которую желает от нас Господь. Когда тебя представляют и говорят, вот, это тот человек, в котором живет Бог. Все, что он делает, администрирует, служит детям, моет полы, это он все делает, как для Господа. Когда он общается с людьми, слушайте, между ними такая любовь. Это поистине ученик Иисуса Христа. Давайте мы с вами помолимся и попросим у Господа, вот этих трех вещей, трех шагов, которые так необходимы нам для того, чтобы исполнить Его заповедь, проповедовать нашего Бога здесь, на этой земле. Дорогой Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за то, что Ты спас нас. Благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты сотворил каждого из нас таким уникальным, таким особенным, не похожим на других. Господь, я молю Тебя, Боже, дай мне принять себя таким, не похожим на Петра, на Иоанна, на Якова, не похожим на кого-то, кого, как мне кажется, Ты избираешь, ведь Ты избрал меня также, Ты сотворил меня. Я хочу любить себя, я хочу принимать себя, быть уверенным в том, что Ты живешь во мне, и я веря в Тебя, живу полноценной жизнью, Господь. Все, что Ты даровал мне, все мои дары, таланты, все мои особенности, Ты дал мне для чего-то, Ты дал мне с какой-то целью. Спасибо Тебе, Боже, за это. Спасибо Тебе за то, что Ты меня так сотворил, Ты меня таким сделал. Боже, Господь, спасибо Тебе за моего соседа, за моего ближнего, за моих родных. Спасибо Тебе за то, что они не такие, как я. Боже, прости мне, если я осуждаю их в чем-то. Прости мне и дай мне, Боже, принимать их такими уникальными, такими же особенными, какими Ты сотворил их. Дай мне, Боже, видеть их и соприкасаться с ними, наслаждаться от общения с ними такими, не такими, как я. Дай им, Боже, дай мне принятие каждого человека, с кем Ты соединил меня здесь, на этой земле. Ведь я верю, что это тоже не случайно. Ты не случайно даешь нам людей в этой жизни, наших близких, друзей, родных. Ты даешь их нам такими, какими Ты их сотворил. И, Господь, я молю Тебя, Боже, дай нам жизни, Твоей жизни. Не дай нам, Боже, искать каких-то правильных ответов или правильных инструкций, как нужно поступить, но дай нам, Боже, чувствовать Тебя и Твою жизнь внутри. Дай нам, Боже, течь и двигаться по этой жизни, так, как Ты запланировал, так, как Ты побуждаешь нас. Боже, дай нам чувствовать и ощущать, когда Ты желаешь, чтобы мы повернули и двигались куда-то дальше, куда-то, может быть, в другом направлении. Господь, дай нам осознавать, что рядом с нами есть такие же течения жизней наших близких. и мы так сплетены друг с другом. И это также Твой замысел, это также Твой план, Боже. Господь, дай нам, Боже, соприкасаясь друг с другом и совершая общие какие-то дела, общий быт, общую жизнь, общие задачи, общие служения, дай нам быть едиными, быть Твоими детьми, быть любящими учениками Иисуса Христа и принимать Божий друг друга, принимать эти жизни, которые соприкасаются с нашей жизнью во имя Иисуса. Господь, мы нуждаемся в том, чтобы Ты наполнял нас этой жизнью, чтобы Ты давал эти инструкции лично каждому, лично мне в сердце и действовал Господь там любовью своей, через меня в том числе. Господь, мы так хотим, чтобы смотря на наши жизни, на наши отношения, могли говорить о том, что в этом человеке живет Бог. Это тот человек, который несет Бога в своей жизни. Господь, мы хотим этого, мы желаем этого, не просто раз на неделе, когда мы приходим в церковь, где бы мы ни находились, с кем бы мы ни находились. Мы хотим быть образцом, Твоим подобием, Твоим образом, Господь, для окружающих нас людей. Мы верим, Господь, что это и Твое желание также, что Ты побуждаешь нас к этому, что Ты меняешь нас для этого, Ты соединяешь нас для этого, и Ты даешь нам какие-то новые действия, новые задачи для этого. Во имя Иисуса, спасибо Тебе, дорогой Небесный Отец. Мы любим Тебя, за все благодарим. Отец, Сын и Святой Дух. Каждый верующий скажет Аминь. Аминь.